здравствуйте дамы и господа сегодня с вами катя васильева сегодня я хочу поднять тему эмпатии многие из вас гордятся этим многие от этого страдают вообще что такое эмпатия хорошо это или плохо оставайтесь со мной нужно разобраться давайте разберемся вообще какие чувства эмоции испытывает человек какие чувства эмоции характеризуют страдания страдания это когда кто-то страдает первое чувство которое мы можем использовать это пить и это что пить и это жалость ну на может быть жалко этого человека но мы мы понимаем что то что с ним происходит это неправильно или это больно или это еще что-то да бомжу на улице холодно человек кутается на улице минус 30 он кутается в покрывало да но его жалко жалко это мы не имели такого опыта мы в принципе прочувствовать это не можем это жалость есть еще такое понятие как сочувствие сочувствие compassion по-английски это то же самое что жалость только у нас есть приблизительное понимание того как человек реально чувствует себя потому что у нас было или что-то похожее или мы или нам настолько жалко что но мы это чувствуем мы делать мы все равно ничего не делаем как и в случае жалости мы пожалели пожалели прошли мимо случае сочувствия еще есть тактильный контакт знаете еще когда обнимают тебя все хорошо будет когда гладят у тебя головки гладят да там пацаны друг другу по спине стучат сочувствия извините мы понимаем мы чуть-чуть это уже чувствовали сами мы знаем эту боль но мы все равно ничего не предпринимаем вернее как ну чем мы можем помочь да я бы помог если помог это состояние человека это жалость и и и и compassion и сострадание вместе плюс какое-то действие то есть так действие реально помочь человеку и вот это вот глубина понимания боли этого человека страдания этого человека мы также ее на себе испытываем потому что у нас есть или способность понять человеческую боль до друга или же у нас самих было так так какая-то такая боль когда-то или же на подсознательном уровне эта боль ассоциируется с чем-то с чем у нас была когда-то боли эмпатия это когда в принципе мы посвящаем вот в ущерб себе мы будем спасать другого человека или же в ущерб себе мы отдадим там последние деньги или вот у меня есть интервью на на моей новой работе сегодня да и вот я иду я такая вся вот а тебе плохо и я все равно я останусь с тобой уже так тебя понимаю или же меня-то настолько тронет что когда я пойду на это интервью на этой работе я рука тебе буду думать люди которые эмпатичны они посвящают жизнь другим и вот здесь я хочу с вами поговорить на тему вообще хорошо ли быть настолько большим эмпатом вот но давайте про им плате вот эмпатия из всех этих эмоций самое сложное состояние это состояние все как бы в себя объединяет интруизма там нету там есть жалости сострадания сочувствия и вот это вот чувство боли и не только тактильный контакт но и реальное действие что-то пытаться человеку помочь мы стали на его место мы можем стать на место этого человека бен хищу спа английский говорится в его туфли влезть мы понимаем и чувствуем эту боль если когда нам жалко и мы сострадаем мы эту боль внутри не чувствуем в эмпатии мы чувствуем и вот мы хотим и прям вот верно вот вообще ну хорошо давайте поговорим вообще нормально или нет то что через чур перебор это не совсем нормально вы знаете я недавно имел разговор с сыном по поводу appreciation appreciation это ценить да и appreciate you я ценю тебя я ценю то что для меня сделал и я считаю когда я не могу сказать что стопроцентный импат например да я умею чувствовать боль я в книге про это написала я у меня была такая боль что если у вас это вся боль у моих клиентов и и вот здесь подписчиков на ютюбе я вас понимаю без слов я знаю как это больно да я хочу вам помочь я вам я реально какие-то шаги чтобы вам помочь то есть я делаю там видео делюсь своими историями пишу книгу для чтобы кому-то помочь да это не делаю из альтруистических соображений они делаю это потому что это правильно я это делаю потому что во первых это моя работа моя профессия во вторых я реально хочу кому-то помочь это не альтруизм у меня есть жалость у меня есть понимание у меня есть сочувствие сострадания но если бы я представьте имею здесь например меня в неделю ну по три-четыре часа например сессии да и это все разные люди то есть где человек 15 допустим 15 10 15 человек неделю я делаю сессии и у каждого там такая история что слава богу они вообще обратились к психологу потому что там без без помощи просто не обойтись и кстати я могу быть и не первым психологом который с этими людьми работает и так далее вот но есть такие истории когда когда реально человеку сложно так вот писать если бы я или вот другой психолог такой импат да не ставил блоки вот именно эмоциональные блоки то есть да мне не надо жалеть своего клиента мне не надо быть им потом и переживать его чувства каждый час у меня новый человек да и кажется прижима новые чувства у меня есть что сострадание и у меня есть вот эта вторая часть да наша компания compassion сочувствие через понимание и что-то я хочу это что-то сделать чем-то помочь да так вот смотрите если бы я на вот так вот эти все эмоции вот мне было жалко я бы каждого человека так переживала чтобы со мной было я был бы стресс да ну то есть конечно у меня есть стресс у меня бывают клиенты такие что я потом полночи могу не спать и там напишу среди ночи какое-то сообщение и всегда получу ответ бывает такое некоторые клиенты стали мы подругами некоторые клиенты зовут меня к себе в гости и так далее то есть мы как бы становимся ближе да но но все равно ну или смотрите вот например женщина полицейский заходит в там ребенок допустим мальчик подросток из такой бедной семьи мать наркоманка отец там его бьет релевали он зашел в магазин украл там не знаю на 100 долларов вызвали полицию женщина полицейские да она его арестовывает но она же по его я его жалко она знает вот в таких деревнях где мы живем тут как бы все друг друга знают это женщина полицейский знает что он из такой семье его жалко этого мальчика жалко она ему сочувствует но если бы она была стопроцентной импаткой она бы сказал ты знаешь ладно я тебе прощаю беги домой да и захвати вот то что ты купил потому что кушать нечего она даже так не делает она все равно его арестует почему потому что есть такое правило потому что у нее есть их учат полицейских академиях также как нас учат на на этих всех психологических курсах и занятиях и тренингах и так далее ставить какую-то да блок вот это то есть вот эмпатии стопроцентно у меня нету вернемся к appreciation appreciation это ценить человека ценить человека когда у тебя с человеком отношения и ты ценишь реально этого человека он для тебя реально что то делает и когда ему плохо этому человеку он обращается за помощью мы ему или сочувствуем или проявлять нашу эмпатию мы хотим этому человеку помочь да и в зависимости от от меры как насколько важен этот человек нашей жизни мы ему помогаем да мы о нем думаем мы можем переживать там помочь от родителей за детей например переживают да и и так далее но все равно извините то есть это что пытается сказать я пытаюсь сказать что многие эмпаты вот такие вот уже вообще эмпаты вот они у них вообще жизни нету они постоянно за кого-то парятся из-за тех вот кого они ценят из-за всех остальных плюс включая все остальное мир детей в африке эти озоновые дыры эти все на свете они за все переживают они готовы что-то сделать или кто-то подать никто не ходим на шки они молятся за всех на свете это это доброта в этом нет ничего плохого но качество жизни этого эмпата говорим о качестве жизни твоим по трипада который переживает все вот эти эмоции за всех на свете то всех на свете что это что это делает это делать стресс голове стресс понимаете мы не можем мы сами себе вы девочки вы сами себе помочь не можете иногда бывает сейчас не понравится не точно не понравится ну ладно все равно скажу вы знаете я же говорю как есть я как я думаю вот и чуть-чуть тепляя может быть зацепиться иногда бывает так что нам лучше заботиться и париться о других чем открыть глаза и посмотреть на себя со стороны и вообще-то начать заниматься собой почему потому что начать заниматься собой страшно это выход за рамки привычного страхи а вдруг я не смогу вдруг у меня не получится вдруг то вдруг все время тратить на то чтобы за всех переживать вот такое тоже бывает вот эмпатия чересчур много эмпатии я не привезли что я не привезу когда человек вообще посвящать себя вообще всем остальным кроме как самому себе а самому себе мы тебя еще не посвящаем почему потому что нас не научили себя любить или потому что нам кажется что мой внутренний мир мои проблемы они вообще ничего не значат а вот у люди там вот у нее вот у надо ей помогать а себе когда начнете помогать откуда взялась эта эмпатия откуда это невражденное состояние с этим не рождаются ну конечно если вы выросли в семье добрых людей до мать в ласке в доброте вот как мой отец просто там вообще прочитать там написано моей книги моя книга любить не страшно аркаде васильева там про все просто про все вот ее будете читать вам будет легче честно жизнь у вас у всех происходит там сейчас ураганы эмоции нарциссы не нарциссы все на свете дети нарциссы боссы нарциссы жизнь менять надо менять не на что ничего нету куда бежать куда так далее да но девочки вы читаете мою книгу я думаю что вам станет легче и вот сейчас отзывы пишут уже девочки моя фокус-группа у меня было 10 человек которые прочитали до публикации и ну там конечно для критики для вдруг что-нибудь заметит какую ошибку и так далее вот но народ плакал плакал я рада вот но ничего я надеюсь вам тоже понравится вот там читаете хорошо там про все это рассказывается но эмпатия нас вот 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 прямо вот я скажешь скажи нет человеку вот тебя просишь но скажи нет едут на тех кто везет скажи нет не могу почему ой не знаю а вдруг обо мне плохо подумают а вдруг это вдруг то не могу сказать нет почему откуда это пришло старин тификейшн все всего что мы заботились настроение родителей что мы хотели быть хорошей что мы хотели всем нравится что ой да какое какие-то мои желания нафиг мои желания вообще засунуты куда-то туда вообще ниже плинтуса главное всем остальным быть хорошим все были счастливы чтобы у меня было лучше чем у всех муж был самый счастливый дети все такое все все по барабану пустила только вот ради других ради и что наступает эмпаты обычно разочарованные люди и собой в себе и в своей жизни эмпаты зачастую несчастливые люди почему потому что когда народ привыкает к нашей заботе к нашей помощи к нашему всему что народ делает народ образевает это нормальная натуральная человеческая особенность мы к этому привыкаем и привыкаем ко всему хорошему и вот первый раз вы для меня что-то сделали я оценила второй раз есть для что сделала я оценила 5 10 так я ну я вон позвоню святки святка вообще все по фиге по фигу пусть пусть только придет мне поможет и вот я буду сидеть святки плакать дает из нее энергию слушать ее восхищение себе и т.д. кому хорошо мне хорошо святки эмпату святя что ей не плохо проходят годы и эмпаты становятся неудовлетворенными людьми почему потому что их уже даже не ценят а вот поэтому я считаю что эмпаде конечно замечательное чувство и способность но все-таки нужно девочки учиться говорить нет когда вас люди начинают использовать нужно становиться в поту ставить свои границы и учиться говорить нет вот вот так вот я считаю вот а вообще конечно в страдании в сострадании очень много всяких эмоций эмпатия это это куча всяких эмоций плюс желание что-то делать даже не желание а именно действия вот так вот полицейская женщина бы не отпустила мальчика как бы я его было не жалко я я тоже не могу себя эмоционально выдаивать вообще оставаться пустой без эмоций когда я работаю со своими клиентами то же самое то же самое может сделать и кто-то человек которого вы цените больше всего да кто реально что-то и для вас тогда конечно это называется дружба товарищество взаимовыручка помощь так далее а когда мы бегаем по всему миру и и помогаем всем и переживаем за 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 там знаете ну за все на свете вообще что вообще нас не касается что что мы не можем вообще даже повлиять на что-то ну вот а если мы хотим повлиять до встаем пишем статьи вызываем ну знаете там мнение общества поднимаем проблему вносим на обсуждение это стараемся что-то сделать а если мы не можем ничего сделать зачем тогда портить свои собственные нервы ладно если что пишите обращайтесь девочки на юли на фейсбуке из группа я и мои нарциссы там девочки группа поддержки для отношений с нарциссами у кого кто ушел или кто еще замужем и так далее я очень сильно отслеживаю там в группе знаете там там есть большая группа поддержки девочек которые уже прошли это и они остались группе не ушли из группы чтобы помочь таким и поддержать будет большое спасибо я это очень ценю спасибо моим подписчикам здесь на ютюбе девочки приглашайте подруг подписывайтесь канал ставьте лайки репосты и так далее сайт книги ну вернее сайт на change life.solutions.com бог да там книга на всех страницах там можно оставить свой отзыв я бы очень хотел чтобы вы отставили отзыв на сайте спасибо большое очень приятно вот и конечно у книги своей странице на фейсбуке книга любить не страшно пожалуйста присоединяйтесь все я вас целую люблю если что пишите вопросы здесь комментариях можете писать как вообще эмпатия на вас лично влияет нравится вам это состояние вам нравится такой быть вообще это состояние делает вас счастливы или нет что сделать счастливы давайте обсудим всего доброго